Доброе утро! Грибочка, давай, покажи сегодня. Всем привет! Начинаю свой влог. Это специально снимаю для... Да, для девушки, которая хотела посмотреть на тебя. Да, конечно. У нас утро, мы встали. Нам теперь надо кушать. Да? Да? Второй кошечки нет. Где-то гуляет. Надо найти. Ну что, я сегодня гуляю. По магазинам. Сегодня еще на стрижку поеду. Волосы подстригу свои. Три волосинки. Не знаю, что получится. Надо подстричь уже. И смотрите, как красиво мы зашли. Как магазин называется? Кирклэнс. Кирклэнс магазин называется. Вот эти шары большие. Как раз которые я тоже купила. Такого размерчика. Здесь такая тоже немаленькая елочка. Да, вся в шарах. Смотрите. Вот какие шары есть. Да, можно 25%. Сейчас здесь можно шарики взять. Вот эти бархатные, прозрачные. Сколько стоит? Давайте посмотрим. Так делает Китай. А цену я не вижу. Ну вот по 8 долларов. Вот здесь вижу. 8 долларов. Вот 10 долларов. Один шар. Вот это вообще здесь из бисера. Прям бисер один? Да. Вот здесь смотрите. В зелено-красном цвете все. Папа, кстати, у нас не любит, Сафи. Он еще шелкунчиков. Не любит? А-а. У нас у соседа сейчас шелкунчик стоит. Он говорит, я не могу. У него как Хэллоуин для него. Почему это шелкунчик? У него просто у соседа еще у этого шелкунчика глаза светятся. Глаза ночью светятся. У нас вот такая есть на стол, по-моему. 36-ти. Да, у нас есть только вот, по-моему, с серебристыми. Надо будет найти в гараже. Разуме я не сдала в этот? Не, по-моему, не сдавала имя. Я вообще не отдала в этот. У-у-у. А вот смотрите, картина есть. Какая зимняя сказка, наверное, называется. Польше. 100 долларов стоит вот такая картина. Цены такие. Вот подушечка одна, смотрите, 34. Да, 35 долларов стоит. Но она еще будет 50%. А, ну да, в принципе, еще со скидкой будет. Так что, может, и нормально. Да, вот ободочек для елки. Такая красная. Можно красиво сделать. Смотри, какие шарики. Соня, ребят, посмотрите. Вот такую можно в буковку поставить, да. Написать что-нибудь. Подарочки. Да, такой, знаешь, пряничный домик, когда делаешь такое. Мешочки. Не мешочки, а носочки. Вот с буковками. Досочки здесь есть. Также, ну, такая утварь для дома. О, большие, да. С красными. Угу. Либо вот такие вот, чисто, красивые. Стульчик также продается здесь. Доски интересные. Вот тут вообще большая доска, очень огромная. Вот эти мешочки я тоже покупаю. И в дом их кладу везде. Запах, такой аромат обалденный. Просто даже куда-то в ландрик кладете, заходишь, и прям вот это вкусно пахнет. Вот сейчас вот это вот пахнет прям порошком, знаете, как будто только что постирал. Но здесь вот по одной штуке, а в отхом, там берешь упаковку за 5 долларов, там 3 штуки сразу я в отхоме брала. А здесь не знаю, сколько она стоит. Ну-ка, есть цена, наверное, да? Просто я не вижу, наверное. Нет, ребят, не знаю, сколько стоит. Ну, вкусно пахнет, прям, знаете, как порошок тайт. Что-то типа такого. Порошочек тайт пахнет. Лоркспонс. Что есть? Я хочу просто, знаете, я люблю же, я уже много раз говорю, щупать, трогать, мне нравится. И я думаю, вот что-то посмотреть. Ну, вот смотрите, вот такие салфетки. У меня, кстати, на Рождество есть только другие. Я в World Market брала такая салфетка еще с украшением, но очень красивая. Это немножко такая совсем прям искусственная, конечно, выглядит. Но на Рождество наряжать вот так интересно очень. Бокалы вот такие вот есть. Можно так себе сделать, да? Именно когда все рождественское. Пожить месяц так где-то у нас получается с 24 ноября, там с 23 уже начинается и по 25 декабря здесь. А мы так вообще можем месяц-два вот так вот все пользоваться всеми. Все этой посуды красивой, да? И все такое будет рождественское, новогоднее настроение все это время. Кружечки с буквами. Часы. Kitchen. Можно сюда, например, какой-то напиток такой сделать, на стол тоже поставить. Стаканчики мне вот эти нравятся. Это детям можно взять и утром какао пить. Просто прелесть. 10 долларов такие стоят. Надо будет мне посмотреть в другом месте. Вы же знаете, где я смотрю? Что-нибудь такое заказать. В пряничном стиле можно везде выставить. Но я разорюсь в своем доме. 7 ванных комнат. Поставить мыло всем вот так вот, чтобы красиво было. А так на кухню, да, можно так поставить. Ручки мыть. Все такое прям пряничное. Вот, смотрите. Ваза, кстати, мне нравится. Вот эта вот большая, округлая. Очень классно вот так вот ее украсить. Вот видите, как салфеточку использовали. Посуда такая. Мило очень. Лампы есть, посмотрите. Есть лампы. Ой, я так люблю такие магазины. Раньше, когда у меня даже дома не было, я тоже всегда, всегда вот это на все смотрела. Всегда смотрю. Очень красиво. Вот эти шары сейчас очень модные. Я думала на кухню такие повесить. Что-то наподобие. Но все равно белое захотела, потому что у меня там будет другой дизайн. Я все переиграла, все передумала. Вот. Вот зеркала есть. Посмотрите. Наш стиль, да? Тоже такое зеркало я видела. С птичками. Сто долларов стоит. У меня еще целый час еще, чтобы на стрижку пойти. Я в Нейпос приехала, вот где ногти делаю, в Роял Делюкс. И первый раз пойду на стрижку туда. Я потому что редко хожу, волосы стригу. У меня они особо не растут, если честно. Прям так быстро. Я уже думаю, вообще просто отстричь свои волосы. Уже пора. Не знаю, что сегодня будет. Посмотрим. Но уже надо. Вот картина здесь есть. Посмотрите. 59 долларов. Ракушка какая-то. Это скидка все. Со скидкой можно что-то посмотреть. Вот такая лампа небольшая. Потертая немножко. По 30 долларов они стоят. Шахматы можно взять. Вот еще зеркала здесь. 300 долларов зеркало стоит. Слушайте, ну это на какой-то дизайн должен быть вообще невероятный. Вот такое зеркало повесить. Дам еще лампы наверху. Вот зеркало есть в багете. У меня Артем любит эти багеты. Но я не знаю, вот такой, наверное, он не очень полюбит. Вот такое зеркало. 129 долларов стоит большое. Самое классное на стол. Ну вообще куда-нибудь, да? Супер просто. Несмотря в каком стиле. Вот надо мне продумать. И что-нибудь такое взять. Вообще красота. Вот это вот тоже очень красиво. Мне нравится вот это вот все. Шарики такие. Все супер. Вот еще, знаете, мне вот эти нравятся шарики такие. Тоже классные. Сань, ты видела вот эти шарики? Смотри. Красиво, да? Картин много просто. На любой вкус. У кресла есть вот такие. У пуфики. Вообще свечка ничем не пахнет. Мы сейчас погуляем, пока у нас есть время. Я думаю, хомгудс сейчас еще заскочу по дороге. Здесь тоже хомгудс есть в магазин. И потом поеду. Как хорошо, что у меня есть время. Погуляю и вам заодно покажу. Решила поделиться. Сначала, если честно, да, думала, не буду снимать. А потом думаю, блин, ну что стырина, жадина такая. Что ж ты такая жадина? Поделись, покажи. Цветы. Вот это вот мне нравится. Часть. Когда ты дома украшаешь что-то, можно вот так вот. Вот сюда, видите? Как книжки. Мне нравится. Так это выглядит здорово. Можно положить, поставить что-нибудь. Сомбачки. Дети, возьми, не нравятся. Только в белом цвете. Это даже одежда какая-то есть. А, это плетики такие тепленькие. Мешочки. Да, смотрите, мы нашли красивые свечи какие. Я не удержалась, так это вкусно пахнет. Вы не представляете, какие вот этими конфетками такими, какими-то мятными, сладкими. Я решила, короче, взять. Там не удержалась. Иногда я кладу где в мусорку, даже внизу, знаете, где помойка. Туда складываю, и там иногда там вкусно тоже пахнет. О, красиво. Смотрите. Это подарочки. Сальсюнчик на подарочек. Да? Написано не открывать до креслеса. Да? Супер. А здесь, кстати, бумага. Ага. Тебе нравится этот снеговик? Очень нравится. Да, этот снеговик и церковь, смотрите. А вон еще есть, смотри, елочками пахнут, наверное. Вкусно? О, это прям папе надо. О, это папе надо купить. Да. Давай елку возьмем эту. Да. Да, подной возьмем. Нет, вот так, подной возьмем. Вот еще, кажется. У нас это, он любит все такое. Пихта, лес. Вот это вот все. Ну, это невероятный просто аромат. Так, я уже здесь, по-моему, была. Здесь юбочки. Прямо так, как будто окунулся. Рождество захотелось снега, если честно. Захотелось куда-нибудь с детьми поехать. Мы ездили с ними, отдыхали. Или вот куда-нибудь в лес. Прям захотелось. Пледики. Я поставлю их на стол. Они очень такие большие. Так, в общем, туда свечи поставим простые, купим. Вот такие вот три бокала больших на стол сделаем. Да, все-таки я не могу выйти и не купить что-то. Зашла в HomeGoods. Посмотрите, здесь тоже новогоднюю тему только покажу. У меня есть буквально 2-3 минутки. О, София, посмотрите, какую нашла. Тарелочка красивая. Сколько стоит она такая интересная? 13. 13 долларов. А вот смотрите, какой снеговик. В общем, так новогоднюю тему вам покажу. И сейчас побегу, чтобы не опоздать. Вот сюда, наверное, маршмеллку можно положить, да? Мелкую на стол поставить. Ой, заварник. Классный, кажется. О, красивые такие, да. Вон еще они, да. Вот такие бокалы классные. Мне нравится вот перечница, Соня. Смотри, белая и солонка. Это под конфетки. Супер. Приехала домой, ребята. У меня свои перчики, которые я готовила недавно. Я пришла, у меня весь дом карри пахнет. А у меня, оказывается, видимо, Тимофей приезжал домой. Он готовил рис вот здесь вот. Риса нет почти. Коробка карри лежит. Я так понимаю, приходили друзья. Они готовили. Он их поехал провожать. Я прихожу целую кастрюлю. Я не вижу карри, но пахнет вообще прям вкусно. Короче говоря, карри нет. Всех накормил. Никто не планчит. А мы с Соней сейчас свои перцы поедем, которые вчера готовили. В общем, как-то так. У тебя любители вот этого все. А вот еще придет помоет, наверное, все, я думаю. За собой. Ладно. Я поела, решила посмотреть. Сейчас показать вам вот эти вот бокалы, которые я купила. Для свечей. Быстро сейчас распакую. Сейчас покажу вам. Распаковки прям на полу сделаю. Здесь шкарфка грязная. Так я их вытащила. Они так хорошо запакованы. У меня, правда, свет такой плохой здесь. Ладно. О! Такие большие. Соня, смотри, какие они огромные. Вообще. Классные. Реально сюда такую большую свечу внутрь поставить. Слушай, а ты сможешь мне дать вон те костовские ради прикола? Просто посмотрим. Какие вот эти? Простящиеся так просто поставят. Там не выше была. Ну, там повыше, да. Слушайте, ну, они очень большие. Они разных размеров. Одна больше, другая чуть поменьше. Да, она побольше свеча. Ну, там примерно такие же, вроде, на картинке. Вон, не побольше. Прям такие же. Сейчас включим. Вот так вот. Просто покажу. Конечно же, сюда надо такие зажечь. Будет красиво смотреться. Вот. Раз, два, три. Ох, слушайте, мне кажется, они будут классно на столе смотреться. Когда стол накроешь в гостиной. И вот скотерку вот эту вот. И вот такие вот три посередине. Веточки здесь, да? Какие-нибудь. Что-нибудь такое положить. В общем, сюда только свечи надо другие купить. Простые такие. И зажигать. И ставить вот так вот на праздник. И все. Слушайте, ну классный набор. Со скидочкой. В общем, вот так вот. Круто. Если найду я их в товаре. У нас, если видео я смогу выложить там. Предложение будет. Если кто хочет, я выставлю. Вот, посмотрю. Если что, ссылочку смотрите. Там сбоку всегда видео. Если какие-то будут товары. То это на них будет скидка. Если будет, конечно. Но мне нравится. Единственное, свечи нужно. Сюда можно красные, зеленые, белые. Хоть какие свечи. Ну точно не эти. Эти сами по себе красивые. Их вообще не надо никуда. Вот. А это да. Очень крутые они. Ну ладно. Я довольна. Будем так украшать. Так, ну что, всех проводила. Все уехали. Все. Я дома одна. Я не представляю. Дома одна. Вот. С собаками. Конечно же не одна. С собаками, с кошками. Просто все уехали на ночь глядя именно. Понимаете? Это удивительно. Артем уехал. У нас уже темно. Артем у меня уехал смотреть стулья. По-моему, я купила. И на кухню стулья. И почему-то мне отправили по другому адресу. Не поняла. Вообще покупала все вроде бы сейчас нормально. А здесь, значит, как-то так получилось. Артем говорит, мне кажется, Шерин, что они там. На старом адресе. Я говорю, окей. Он говорит, я поеду. Девочки уговорили Софию, значит, съездить. В Таргет. Там бусинки надо купить. Какие-то браслеты делать. Ну и, конечно же, Тима тоже куда-то уехал с друзьями. А я вот стою, кстати. Хотела вам показать. Сегодня девушка меня стригла в Royal Deluxe. Там у них все там наши. Кто-откуда, короче говоря. Все наши сидят. Я приехала сегодня. Мы там посмотрели кожу головы. Ну, как трихологи делают. Все я посмотрела сегодня. И у меня, на самом деле, у меня генетически такие волосы. И у меня даже нету там каких-то пространств, еще что-то там, дырочек каких-то, где волосы выпадают и больше не лезут. У меня, наоборот, там много-много мелких. Вот, и она мне говорит, ну вы ничего не сделаете. Вот, я об этом прекрасно знала. Она просто у меня сегодня... Я по трихологам ходила раньше, пока не поняла, что у меня генетика такая. И просто посмотрели сегодня, да, сухость. Ну, понятно, железа не хватает у меня там, да, и чувствительная кожа у меня. А так, в целом, вообще все замечательно. Там даже не видно чего-то такого, что когда там волосы выпадают, они там смотрят выпадение. Видно, что там облысение какое-то идет. У меня не облысение, ничего. То есть просто вот такие волосы. Я говорю, ну мне хоть какой-нибудь объем. Ну, я говорю, короткую стрижку делать не хочу. А то, говорю, ну, иногда женщины там уже, говорю, с такими волосами, они, говорю, уже хотят, видимо, объем, стрижки короткие делать. Говорю, я не хочу. Мне, говорю, что-нибудь сделай, попробуй, говорю. Хотя уже не знаю, что можно сделать. Вот. Она попробовала мне, говорит, давай, если любишь заколочки. Я же люблю вот так вот закалывать. Вот она, любишь заколочки, я тебе немножко, говорит, здесь сделаю, говорит, объем. И будешь, говорит, закалывать вот так вот. Ну, это какая-то такая прическа получится. Ну, кажется, мне она что-то коротко вот здесь вот пчелку мне обрезала. Ну, ладно, это все обрастет. Вот, постриглась немножко. Как говорится, раз в три месяца хотя бы три с половиной надо стричься. Я иногда вообще по полгода не стригу, ничего не делаю Сегодня съездила, заодно девчонок записала на 29 число Девочки тоже хотят волосы чуть-чуть подкоротить, там как-то челку сделать Я раньше дома сама делала, сейчас они взрослые Пускай им надо в парикмахерскую ходить, пусть ходят там, пусть девочки им там все делают красиво Девчонки все-таки Потом еще съездим 6 декабря, им зубки начнем выравнивать В порядок будем приводить Вот такие вот дела Вот здесь вкусняшки стоят Она хочет вкусняшки Да, хочет вкусняшки свои Подружки две Вышла на улицу ветер Холод, давно такого холода не исчезала Прям мороз, представляете? Вообще не верится Рождеством, вообще вот этим праздником Тут такое ощущение, знаете, потому что для нас это тико немножко Мы все время в жаре живем И тут такой холодочек И вот знаете, ощущение вот этого праздника Я сегодня еще в магазинах побывала В этих прям вообще С Пенни вышла гулять Шарлота со мной не пошла Ждет Артема Она любит с Артемом гулять Ну, со мной И Артем она прям Любит очень С Артемкой гуляет И надо, чтобы было два человека И если Артем не идет Или я не иду, например Она не выходит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова